Сервисное меню BMW 3 серии на примере автомобиля E92 325i 2007 года выпуска. Актуально для всех троек с 2005 по 2012 год, а также в целом и для других кузовов и годов выпуска. Действие производится на приборной панели кнопкой сброса суточного пробега слева. Существует два способа попасть в меню. Первый способ. Вставляем ключ, либо на уже заведенной машине нажимаем и держим примерно 10 секунд кнопку сброса суточного пробега слева. После пробегания по экрану других сервисных вещей попадаем в само меню. Второй способ быстрее. Выну ключ, зажимаем ту же кнопку и вставляем ключ. Все, мы в меню. Структура меню. Первое число это основное меню, второе подменю. Для перебора подменю просто делаем короткие нажатия на кнопку. Для смены основного меню зажимаем ее и после появления почерка сразу же короткими нажатиями мотаем до нужного меню. Изначально большинство пунктов скрыты. Для их активации в девятнадцатом меню нужно ввести код, который является суммой последних пяти цифр ВИН. Он указан в меню 0101. Сейчас на экране справа. Многие ошибочно говорят о сложении последних цифр ВИН. Это не всегда так. Допустим, в моем случае, как видно, цифр 6, но сложить нужно именно 5 из них. Только тогда разблокируется все меню. Итак, мы уже в девятнадцатом меню. Вводим сумму пяти знаков. Нас перекидывает обратно в первое меню. Зайду снова в девятнадцатое, чтобы убедиться, что все разблокировалось. Надпись LOCK OFF. Блокировка снята. Долгим, а потом короткими нажатиями снова выхожу в первое меню. Я буду показывать пункты меню по частям. Сначала то, что может быть полезным и при выключенном двигателе. Затем на заведенном. И последняя часть на ходу. Итак, первое меню. Последние 7 знаков ВИН номера. 0101. Это, похоже, константа, которая отражает разницу между пробегом по колесам и по спидометру для корректировки пробега на приборке. Далее идет серийный номер панели приборов. Затем код диагностики. Дата производства приборной панели. Кстати, машина сделана 20 февраля. Версия комплектующих. Первая часть этого, похоже, ревизия приборной панели. Вторая непонятно. Версия программного обеспечения. Данные кодировки. Версия коншины. Все, переходим ко второму тесту. Это тест индикаторов панели приборов. Все индикаторы загораются, стрелки доходят до максимума. Третье меню не используется. На некоторых старых машинах показывают служебные данные. Ничего больше. 0,4,0,0 и 0,1 пока пропускаю. Покажу позже. 4,0,2 среднее потребленное топливо в литрах. 4,0,3 средняя дистанция поездки. По размеру чисел похоже, что после заправок. А вот четвертый и пятый тест, видимо, то же самое, но каждая поездка отдельно. Пятое меню. Это средний расход, но тот, который используется для подсчета, как далеко можно проехать на остатки топлива. 5,0,1. Расстояние, которое можно проехать, пока не закончится топливо. Шестой тест. Количество топлива в левом баке, в правом, всего. Машина наклонена немного направо. 6,0,1. Общее количество топлива в баке. Немного отличается от 6,0,0. Может быть усредненное. 6,0,2. Похоже на сырые данные датчиков сопротивления в баках. Седьмой тест пропущу. Там интереснее на заведенной машине. Восьмой тест на ходу, но 8,0,3, 4,5,6. Аналогично четвертому тесту. Расстояние поездки и общее время поездки сначала на баке. Потом индивидуально каждая поездка. Девятый тест напряжения в бортовой сети. Однако не стоит ему особо доверять. Здесь показывает 12. Я замерял мультиметром на клеммах. Получалось 12,5. 10,0. Это наезжено километров в неделю. 150 в данном случае. Дальше непонятно. 11. Формат времени. 12 или 24. Формат расстояния. Километры, мили. Формат температуры. Цельсий, Фаренгейт. Формат расхода топлива. Литры на 100 километров. Километры на литры. Мили на галлон. 12-й тест. Скорость, подсчитанная к прибытию. 12,01. Подсчитанное время прибытия. 13-й тест. Тест сервисных звуков. Звук непристегнутых ремней и тому подобное. Поворотники. Гонг. Четырнадцатый тест. Значение ошибок памяти. Один, два, три и так далее. 15-й тест непонятно. Тест сервисных звуков. 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 16 подсветка приборки 1601 измерение датчика света 0.2.0.3 непонятно здесь что-то про обогрев дисплея или контраст 18 тест check control 20 корректировка расхода единицы десятки сотни 21 сброс данных мы его не делаем и возвращаемся в первое меню теперь заводим двигатель переходим сразу в седьмой тест температура охлаждающей жидкости один из самых часто используемых тестов посмотрим на скорость прогрева температура за бортом сырые данные датчика 703 оборота двигателя на м-серии 704 ограничитель количества оборота двигателя при прогреве четвертый тест точнее на месте это только 401 моментальный расход топлива в литрах в час эти тесты мы уже видели посмотрим снова 9 напряжение на заведенной машине тоже не факт что можно верить машина уже прогрелась давайте вернемся в тест номер 7 и получше посмотрим показатель оборотов двигателя ну и тест отсечки ну и переходим к тестам на ходу это 8 тест текущая скорость давайте посмотрим разгон на стоп-кадре видно что тест 8.00 показывает реальную скорость на колесах видно что скорость по индикатору не совпадает с той что показывается в тесте в этом его отличие от 8.01 сейчас остановлю еще раз видно да здесь уже четко 100 км в час тест 8.02 просто показывает заданную скорость круиз-контроля в общем то ничего интересного она просто дублирует ту которую задаешь ну видно бегающую черточку возле стрелки спидометра снова переходим в четвертый тест 4.00 наконец-то можно посмотреть моментальный расход топлива приборная панель обычно ограничивает его на 40 литров на 100 км здесь ограничений нет посмотрим сколько машина максимально потребляет первая передача примерно 111 было вторая 55 вот такой расход при педали газа в пол на этом сервисном меню бмв 3 серии все в качестве дополнения можно еще посмотреть скрытое меню ай драйв чтобы зайти в него убедитесь что вы находитесь в главном меню системы у этого особенности при педали зажимаем и держим контроллеры примерно 10 секунд затем поворачиваем три раза вправо три раза влево вправо влево вправо И нажимаем на него На самом деле рядовому пользователю смотреть здесь особо нечего Но тоже указаны какие-то версии софта, железа Есть тест навигации, которого у меня нет В целом здесь делать обычно нечего Смотрите продолжение в следующей серии